Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на Samsung S7. Приступим. Для начала необходимо нагреть заднюю крышку. Она сильно приклеена. Ее нужно нагревать аккуратно. Можно нагреть обычным феном. Мы данный аппарат уже нагрели до этого. Но вам показываем, как это делается с обычным самым дешевым феном. Мы нагреваем аппаратом на специальном оборудовании. Нагрели. После чего необходимо отсоединить заднюю крышку от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой, либо медиатором. Что вам удобнее. Сразу говорю, задняя крышка при снятии может у вас лопнуть. Так как при нагреве феном вы разогреваете не полностью всю поверхность. Мы, когда нагреваем заднюю крышку на специальном оборудовании, у нас идет нагрев по всей поверхности задней крышки. Из-за этого у нас на видео крышка легче отходит, чем будет отходить у вас. Так как при нагреве фена вы нагреваете только какие-то области, и какие-то области получаются у вас не нагреты. Если у вас осталась, допустим, какая-то область не нагрета, крышка может лопнуть. Будьте внимательны. Лучше дольше потратите время на отклеение задней крышки, чтобы не покупать новую крышку. Вот. Мы отклеили крышку. Все. Убираем ее в сторону. Теперь необходимо открутить винтики. Откручиваем. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Снимаем. Снимаем. Деталь. Она отщелкивается. Отщелкиваем. и вновь. Убираем его в сторону. Откручиваем оставшиеся винтики. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. И седьмой. Теперь отклеиваем антенну. Аккуратно отклеиваем. И порвите ее. Аккуратненько. Отклеиваем. Теперь отчелкиваем заднюю панель. Отчелкиваем ее аккуратно. Отчелкиваем. Убираем ее в сторону. Теперь необходимо вынуть сим лоток. Убираем его в сторону. Отчелкиваем шлейфа. Отчелкнули. Вынимаем аккумуляторную батарею. Она довольно таки легко вынимается. Вынули. Убираем ее в сторону. Отчелкиваем остальные шлейфа. Как сильные шлейфа. Отчелкиваем. 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 И вынимаем камеру. Отчелкиваем. Теперь необходимо вынуть печатную плату из корпуса. Делаем это аккуратно. Аккуратно вынимаем. Отсоединяем шлейф. Отсоединили. Отсоединяем шлейф. И вынимаем печатную плату. Аккуратно вынули. Убираем ее в сторону. Теперь необходимо снять экран от корпуса. Для этого необходимо его нагреть. Нагревайте также феном, как нагревали на заднюю крышку. Еще раз повторюсь. Мы экран уже нагрели. И вам просто показываем, как это делается феном. Мы нагреваем на специальном оборудовании. У нас происходит нагрев по всей поверхности. Из-за этого у нас модуль будет отходить намного легче, чем вы будете его нагревать феном. Учтите это. То есть, когда будет снимать экран. То есть, вам экран будет снимать посложнее, чем это указано у нас на видео. Экран снимается также лопаткой, либо медиатором. Аккуратно снимаете. Со всех сторон потихоньку отклеиваете его. Он приклеен сильно. Отклеиваете. Отклеиваете. Аккуратно внизу находится кнопка Home. Не повредите ее. Когда будете отклеивать. Повнимательнее. Не повредите. У кнопки Home будьте внимательны. Не повредите ее. Отклеено. Аккуратно вытаскивайте дисплейный модуль. Так как шлейфа не надо повреждать. Вынимаем. Без резких движений. Нахерный модуль. Теперь с дисплейного модуля необходимо снять кнопку Home. Снимайте ее аккуратно, так как она сильно приклеена к модулю. Не повредите ее. Аккуратно снимаем. Вынимаем. Не торопитесь, чтобы не повредить кнопку Home. Отклеиваем. Отклеиваем кнопку Home. Дисплейного модуля. Все. Откладываем дисплейный модуль в сторону. Теперь необходимо на среднюю часть корпуса нанести клей. Клей. Мы вам в домашних условиях рекомендуем нанести клей B7000. Он недорогой. Мы нанесем же другой специальный клей гель на аппарат. Вот. Вы можете увидеть. Мы нанесли клей гель по ободу по всему. Теперь берем модуль. Снимаем с него все защитные пленки. Снимайте аккуратно. Снимаем. Устанавливаем кнопку Home, которую мы сняли с битого модуля. Устанавливаем. Теперь устанавливаем модуль в корпус. Делайте это аккуратно. Попадите всеми шлейфами. Кнопку Home необходимо попасть в корпус. Делайте это пинцетом. Направляем модуль и приклеим его. Приклеиваем. Теперь необходимо собрать аппарат. Для этого берем печатную плату. Подсоединяем ее к шлейфу. И вставляем в корпус. Вставляйте аккуратно, не спеша. Выйти все шлейфа, чтобы никакой не остался подпечатной платы. Вынимаем. Продолжение следует... Попадаем. Все. Вставили печатную плату. Теперь необходимо подсоединить все шлейфа к печатной плате. Подсоединяем. Теперь необходимо подсоединить все шлейфы к печатной плате. Никакой не пропустите. Подсоединяем кооксидную шлейфа. Вставляем камеру. Это фронтальная камера и подсоединяем ее. Теперь берем аккумулятор и устанавливаем его в корпус. Установили. Подключите аккумулятор к плате и установите заднюю пластину с антенной. Установили. Верхнюю часть. Установили. Установили. Закрыли антенну. Закрыли антенну. Приклеили. Приклеили. Антенну нужно приклеить. Все приклеили. Защелкнули. Устанавливаем нижнюю часть Установили Теперь необходимо закрутить все винтики которые мы открутили ранее Прикручиваем Первый Второй Третий Винтиков довольно таки много Тут ничего сложного я не вижу Я перемотаю видео вперед Все, мы закрутили все винтики Теперь необходимо приклеить заднюю крышку Приклеиваем Приклеили Включаем Мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет магазине Продаем запчасти по всей России Либо обращайтесь в наш сервис центр где мы устраним любую поломку профессионально Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова